Чистка аэрографа – это очень важная ежедневная процедура, которая необходима каждый раз после того, как вы поработаете. Иногда бывают случаи, когда нет времени этим заняться после. Аэрографы Анестовата можно замачивать в растворителе или в любом очистителе. Вам понадобится кисточка щетина, плоская маленькая отвертка, ёршик, я выбираю самый тоненький, ватные палочки просто для удобства и смазка. Маленький и большой ключик, если есть в наборе, здорово. Сначала мы протираем корпус. Я всегда чищу после любой краски в конце растворителем, чтобы наверняка ни одна маленькая-маленькая крупинка не помешала мне потом рисовать. Потому что очень-очень маленькая крупинка может испортить все настроение, так скажем. Итак, кисточкой я протираю носик, бочок, все-все-все, куда дотягиваются кисточки. Разбор начинается с конца, так скажем, с хвостика аэрографа. Все части старайтесь доставать все вместе. Вот такая вот штучка, сапожок я ее называю, триггер. Они смазываются по необходимости. И в конце я снимаю юбочку. Здесь есть сопло, это самая дорогая часть аэрографа. Будьте внимательны, не потеряйте ее. Я ее сейчас положила в крышечку, это удобно. Конечно, есть коврики всякие разные. Но здесь в крышечку. Налила чуть-чуть растворителя, прикрывая мизинцем. И ершиком прочистила то самое место опасное, где может скопиться очень много краски. Протираю полностью салфеточкой. Все, что вижу, убираю. И это растворитель. Работаю кисточкой. Все, что необходимо, я убираю. Существует множество чистки. И даже уже есть аппараты, которые чистят. Но я предпочитаю все-таки это делать вручную. Сопло я прикручиваю вручную. Плюс чуть-чуть затягиваю ключиком. Я это называю по-женски. Нужно затянуть по-женски, а не по-мужски сильно. Совсем слабенько, но до конца. Далее я засунула иголочку. И налила еще растворителя. Я это называю почистить само сопло. Очень неудобно его очистить, когда это маленькая штучка в руках. Поэтому я делаю на аэрограф. Наклонить аэрограф необходимо носиком вниз, чтобы растворитель не затекал в механизм. Если туда попадает растворитель, это не самое лучшее. Итак, я чищу, пока я не увижу прозрачную жидкость. Это может быть долго, это может быть быстро. Все зависит от засоренности. И обязательно контрольно чуть-чуть растворителя и посмотреть, насколько все чисто. Итак, когда аэрограф уже чист, его необходимо собрать. Собирать мы начинаем его с носика. Так скажем, сначала аэрографа. То есть закрываем самую дорогую часть сопла. Закрываем такими юбочками. Далее триггер. Посмотрите внимательно. У него есть такая выемка. Она должна смотреть на хвостик. И вот этой вот палочкой вам нужно попасть, попасть. Да, вот попадаем так, чтобы можно было нажимать. Проверяем. И вот этот весь сапожок, этот механизм. Оп! И одним движением мы закрыли. Я очень люблю аэрографы Анасты Вата за их простоту сборки и разборки. Обратите внимание, как я засунула иглу. Я немножечко придержала мизинцем. Далее закрепитель иглы. И я открыла все посмотреть, работает ли. Все работает, все чисто. Закрываю корпус. Протираю обязательно крышечку. В общем, так, чтобы казалось, что у вас новый инструмент в руках.